Наверное, многие читали прекрасную книгу про теория Зиньковского «История русской философии». Меня всегда поражало, когда еще в советское время я ее читал в сам издате, почему, казалось бы, священник столько внимания уделяет Петрашевскому, Лаврову, Белинскому, Герцену. Тем, кого по нашему пониманию, тогдашней такой антисоветской интеллигенции, входящей в православие, надо было бы ненавидеть теми, кто были создателями, отцами, продюсерами, как теперь говорят, русского революционного движения. Почему про Терезий Зиньковский студента Петрашевского считает философом достойного внимания? Или Лаврову? Почему он посвящает Герцену одну из самых таких трагических и острых глав своего прекрасного книга и считает Герцена ключевой фигурой? Как, кстати, в статье про Герцена Зиньковский пишет о том, что способ русского философского мышления – это брать западную схему и наполнять ее русским этическим содержанием, как бы трагическим, страдающим. И он говорит о том, что Герцен, да, его нельзя назвать ни гигельянцем, ни кантианцем в полной мере. Он перерастал это все, он как бы опровергал эту схему внутренним своим таким религиозным духом, религиозным в плане такого никакого мистицизма. Он пишет о них обо всех с интересом и чуть ли не с любовью. Парадокс, странность. Нет, совсем нет, потому что здесь раскрывается тайна русского сознания и тайна русской революции, которая была, есть и остается ключевым событием нашей истории. И разговора философского, интересного, откровенно, разговора так боятся, и всегда будут бояться правящие элиты, потому что в ней есть то, что Достоевский называл тайной беззакония, являющейся сутью русского самосознания, русской души. Вопрос, почему царь так жестоко наказал Петрашевского, Достоевского и всех участников этого кружка? Ну, составили они, по-моему, словарь или энциклопедия какая-то у него была, какое-то, в общем, что-то было такое, где да, там вот был и тиран, тиран убийства, про это, про все. Смертная казнь за это, лишение дворянства, за слова. И сегодня власть тоже боится слов. Зачастую, почему? Почему воспроизводится эта парадигма ареста Петрашевского и казни Достоевского? Почему правящий класс раз за разом воссоздает одно и то же, наползая на те же самые грабли? Потому что способ управления страной, он остается одним и те же. Власть по-прежнему остается синонимом контроля. А всякая свобода мыслия, только свобода мыслия какого? Плана Петрашевского, а не плана современного креативного класса. Оно опасно. Почему не опасен современный креативный класс при всех их митингах, болотных, сахаровых, триумфальных и так далее? Потому что они являются плотью этой власти. Они, собственно, ей финансируются и инвестируются. Не в том смысле, что она им платит, а в том смысле, что они просто живут крохами с этого стола. Пиарщики офисные, менеджеры, люди, там, не знаю, богемная московская среда. Они существуют как вещь в себе, сама по себе. Страна для них дикая, страшная, непонятная. Вот я изучаю последние полгода отношения болотной с Кавказом. Но они просто не видят ничего, ни гражданской войны, идущей в Дагестане, ни того, что происходит в Чечне. Для них это дикий какой-то зверинец. Русское особрительное движение 19 века относилось по-другому к стране. Студенты бросали университеты и шли учителями в сельские школы. Дочери губернаторов, какой была Софья Перовская, страдая от того, что народ неграмотный, задавленный. Ну, представьте себе, что вот он как сидел бы перед телевизором тогда, шли в революционное движение. Их вела глубокая этическая идея, невозможности так жить, идея справедливости. Не по отношению к себе, что было им терять. Многие из них были выходцы из элитных семей. Нам никогда не понять их мотивы, объясняясь современным языком. Ну, что, у тебя все было. Ты, блин, жил там, не знаю, в современных золотых ключах, а ты идешь в революционное движение. Ну, что ты, жиру она бесила, что ли, это Софья Перовская. Что Александру Ульянову, что ему не хватало, да? Все, отец главный инспектор училищ народных, дворянство получено. Ну, вообще там живут, там Кукушкина, там у них все, у них нормально, правда? Нет, им не жилось. Им не жилось, потому что они были русскими. Они были русскими до мозга костей. Даже те, кто из них были поляками или были евреями, все равно были русскими. Это главная русская идея, которую так четко Зиньковский прочувствовал в Герцине. Брать контуры, условно говоря, тезис о духе истории, да, о диалектике и наполнять ее внутренним страдающим взглядом на жизнь. Сочувствие, невозможности видеть того, что рядом с тобой вот происходит вот это или вот то, что мужики там, не знаю, бьются над этими своими деревянными плугами, которые тогда были на своих этих полях, не могут продать зерно и не могут прочитать, что их дети живут в этих избах курных, знаете, страшных, в которых они и до сих пор, многие из них живут. Только что мужик в России уничтожен, его стало гораздо меньше, поэтому и власти, и креативному классу тоже стало комфортнее. Заботы-то теперь и не о ком, понимаете. Тогда выезжаешь за пределы Москвы, Петербурга, Киева, Вологда, Архангельска, там, не знаю, чего угодно, и сразу идут помещи-поляк, там, не знаю, крестьяне, деревни. Вот Радищев едет из Петербурга в Москву и страдает, видя курные избы. А сегодня пустые деревни, в которых отдельные старухи вдоль дороги стоят магазины, и вроде как ничего не происходит, страдать-то не о ком. Пространство выхолостилось, выхолостилось и стало таким гораздо более структурным. Я думаю, что в какой-то части, наверное, маленькой части, после всех тех страшных потерь, которые мы понесли на протяжении последних 150 лет, то этот дух этики, страдающий, который Зиньковский подметил в Герцене, или в Петрашевском, или в Достоевском, неважно, левый он, или потом, как Достоевский становится правым, или как Леонтьев становится таким, тоже, знаете ли, крайне правым, так что даже заходит и справа уже от монархической идеи. Он еще не иссяк. Где он, как он, в чем он горит, в чем он светится, в каких сможет ли он выбраться из тупиков прямолинейных дискурсов современности, там вот ты там либерал, ты там левый, ты правый, которые ни о чем не говорят, условно говоря, ты за Путина, ты против Путина. Это ни о чем не говорит, потому что этика, вот она главная русская, свеча надежды в этой тьме мира, в которой мы все пребываем. Мне кажется, что дух Петрашевского не умер ни в нашем студенчестве, ни в нашем народе. А если не умер он, значит не умер и дух Достоевского, потому что они связаны, один без другого не существует.